одна из основных тем которые нам нужно разобрать это слои фотошопе базовый инструментарий ну я вам напомню для того чтобы работать нам понадобится палитра слоев вот она у нас здесь располагается если у вас ее нет вы можете нажать кнопочку f7 или достать ее из выпадающего меню окно дальше нам понадобится палитра свойств вот ее ниже расположил и пока может быть все что нам понадобится может быть палитра для работы с цветом понадобятся я ее тоже где-то видел вот я ее отсюда вытащу превращающую в кнопочку и добавлю вот в виде иконки таким образом чтобы можно было ее в нужный момент доставать и с ней работать создадим новый документ размером примерно в экранчик ваш при создании нового документа в палитре слоев вы увидите что была создана монтажная область внутри монтажной области у нас был создан объект слой растром на палитре слоев мы с вами видим что есть управляющий элемент я ее временно оттуда вытащу чтобы вы видели о чем имеется на чем идет снизу располагаются кнопки основное управление которые создают удаляют объекты в центре располагается основная часть где перечисляются объекты сверху у нас ряд дополнительных элементов и в правом верхнем углу любой палитры есть управляющий элемент вызывающий настройки самой палитры в настройках палитры у разных палитр есть разные свойства вот разобрались значит сейчас мы разберемся прежде всего что такое монтажная область поскольку она у нас была создана перед этим я могу создать соответствующей кнопкой несколько новых слоев и в этих слоях слоях я что-то начну потихоньку рисовать для того чтобы мы с вами имели несколько элементов для работы например я залью каким-нибудь цветом вот этот кружочек в одном из слоев в другом слое я создам еще несколько кружочков другого цвета например на вот я буду дублировать слои слои можно дублировать достаточно зажать клавишу alt когда у вас включен инструмент перемещения будет создан дубликат этого слоя например так вот монтажная область нам позволяет создавать многостраничные документы растровые для того чтобы монтажную область продублировать вот вы можете на нем в палитре слоев щелкнуть правой кнопочкой и нажать создать дубликат монтажной области тогда у вас создастся новая монтажная область полностью с теми же размерами предыдущий кстати говоря если у вас активно палитра свойства можете поменять размеры монтажной области задав необходимые вот прямо в палитре на свойств дальше если у нас на другом документе необходимо что-то другое было нарисовать мы уберем элементы клавиши дилет можно обычные слои удалять отсюда на создавать новых слоев и там что-то нарисовать свое в каждом слое отдельно вот для работы с монтажными областями да и в принципе со всем инструментариям слоев у нас есть еще дополнительные инструменты например если вы хотите создать монтажную область вы можете воспользоваться кнопкой создания новую монтажную область и здесь у вас будет предложено выбрать название монтажную область ее размеры и соответствующие характеристики она будет добавлена в правую часть для управления монтажными областями для их перемещения можно будет тоже использовать инструмент который нужен для перемещения объектов тоже это все дело работает для удаления также можно выбрать монтажную область и удалить также у нас есть специальный инструмент на панели инструментальной который называется инструмент может монтажную область вы можете создавать монтажной области нужных размеров вот таким вот образом когда у вас инструмент активен также добавлять монтажной области вправо или вниз с помощью специальных кнопочек плюсов соответственно у вас получатся вот такие многостраничные документы, если это необходимо. Если такой необходимости нет, зажатым шрифтом или контуром это все дело можно поудалять. Дальше мы рассмотрим, так я уберу, наверное, буду работать с одной монтажной областью, вот с определенным размером, что здесь еще у нас с вами присутствует. Мы имеем возможность создавать документы, прошу прощения, слои растровые, как вы уже поняли, и на них делать отрисовку различных графических элементов теми методами, которые вам нравятся. И, соответственно, мы рассмотрим, какие же у нас присутствуют основные свойства слоев растровых, ну и всех объектов по большому счету. Правой кнопкой вы щелкните на объект, на слой, и здесь можно посмотреть, прошу прощения, основные свойства слоя, в момент создания его можно тоже будет посмотреть. Когда вы создаете, прошу прощения, не вижу, когда вы создаете новый растровый слой, у вас основные параметры его просят задать. Это название слоя и цвет ярлычка этого слоя. Также режим наложения и степень прозрачности слоя. Название там какое-то можно написать. Вот слой шестой, цвет ярлычка мы задали, вот другой здесь этот ярлычок, не цвет этого ярлычка, он продемонстрирован. Я почему-то не могу сейчас увидеть здесь кнопку, которая вызывает эту панельку свойств слоя. Вот видите, здесь снизу расположена палитра свойств, но я не вижу, где здесь есть такая вот возможность задать. Переименование слоя двойным щелчком осуществляется по названию или правой кнопкой. Здесь можете выбрать, так, не вижу опять команды переименовать. Куда она у нас делась, с новой версии. Давайте проверим. Ну ладно, будем считать, что... Вот он, вот эта команда переименовать слой. Но здесь раньше в меню она была продублирована, сейчас я не вижу. В самой палитре слоя, вот она должна быть точной. И тоже я ее здесь не вижу. Ну, большая часть команд продублирована вот в этой палитре, в этой меню палитры и в пункте в выпадающем слое, если это необходимо. Вот, соответственно, если мы посмотрим на расположение и свойств этих элементов, в палитре слоев мы видим первый элемент, это индикатор видимости слоя. Если его отключить, все изображения, которые в этом слое находятся, будут скрыты на определенный момент. Дальше. У нас есть миниатюра слоя, которая отображает изображение, которое в этом активном слое находится. Вот я сейчас добавлю еще один элемент. Это будет элемент, похожий на небо. Определенного цвета на заднем плане я его создам таким вот образом. Зачем нам может понадобиться еще миниатюра слоя? Дело в том, что нам для перемещения объекта необходимо взять инструмент, и все элементы, которые в этом слое находятся, будут перемещаться. Допустим, мы создадим несколько с нашей точки зрения элементов. Я возьму темный оттенок и нарисую вот тут какие-то вещи странные. Так вот, если мы возьмем инструмент перемещения, перемещаться будут все объекты в этом слое. Но если нам нужно будет перекрасить все элементы, которые находятся в этом слое, нужно будет их выделять. На самом деле можно взять вот так вот выделить, да выделять вот так вот. Ничего страшного не будет, если мы нажмем команду цветовой коррекции, можно будет попытаться перекрасить одним образом. Но иногда команда цветовой коррекции, она нам не дает то, что нам хочется. Нам необходимо сделать заливку этих объектов. Если мы командой заливки воспользуемся, она зальет новым цветом полностью выделимую область. А если нам нужно выделить эти объекты, если нужно залить и поменять цвет этих объектов, нужно выделить опять-таки инструменты выделения. Или вы зажимаете клавишу Ctrl и щелкаете по миниатюре слоя. Таким образом вы можете заливать именно те объекты, которые нам нужны. То есть эта миниатюра не только отображает перечень графических элементов, но и позволяет мгновенно выделить необходимый объект, который находится в конкретном слое. Что нам может понадобиться? Зачем еще вот этот глазик может понадобиться? Ну кроме того, что мы можем видимость объектов подключать. Есть возможность скрыть все объекты, кроме текущего, если вы нажмете на кнопочку Alt и щелкните по миниатюре глазика. Все остальное отключится, и мы увидим только ту графическую информацию, которая хранится в этом слое. Щелкнем на Alt и индикатор видимости слоя. Еще раз у нас наоборот все объекты отобразятся. Это еще одно преимущество. Дальше. Зачем нам нужны вот эти вот цветовые индикаторы? Они нам нужны, если мы создаем сложный объект. Допустим, тело человечка, голова состоит из кучи элементов. Мы эту кучу элементов, допустим, все желтым цветом обозначим, чтобы легче было ориентироваться. Это вот одна из причин для того, чтобы ваше внимание немножко разгрузить. Можно вот эти индикаторы раскрасить разными цветами, которые будут относиться к разным частям различных объектов, чтобы проще было работать. Кроме этого, мы выяснили, что первая кнопка удаляет слои, вторая кнопка создает новые слои, а третья кнопка создает группу слоев. Группа слоев – это пустая папка. Внутрь этой пустой папки вы можете поскладывать кучку каких-то слоев, которые там тоже могут содержать различные графические элементы. И эта группа легко сворачивается. Мало того, можно в отдельности работать с каждым графическим элементом, который находится внутри группы, а можно, нажав на группу, работать с трансформацией всех объектов. То есть не только перемещать, но и включить свободную трансформацию и использовать все свойства трансформации, которые мы знаем от искажения, деформации, наклона, поворота, отражения. Вот. То есть эти папки, они полезны, у них свойства, мы можем переименовать каким-то образом, название есть, и цвет ярлычка тоже можно задать. Соответственно, разноцветная палитра, она тоже нам будет достаточно полезна. Также мы можем индикаторы вот этой вот, то есть, прошу прощения, миниатюры слоя менять по размеру. Можно использовать вот такой вариант списка, тогда абсолютно непонятно, что там находится на этих слоях. Можно использовать маленькие миниатюры. Ну и я максимальный размер ставлю для того, чтобы вам виднее что-то было, что там находится. Это на ваше усмотрение делается. Вот. При работе со слоями мы можем выделять несколько слоев через клавишу Ctrl, непоследовательно. Можно и последовательно, можно и непоследовательно. Если подряд необходимо все выделить, Shift сжимаете и подряд выделяете. Также мы можем использовать инструмент перемещения для работы со слоями. Например, у этого инструмента есть режим автовыбора. Если эту галочку поставите, вот куда вы мышкой будете попадать, автоматически будет, видите, переключаться на текущий слой этот инструмент. Будет его хватать и иметь возможность перемещать. Почему я вам не советовал изначально работать со включенным режимом автовыбора? Потому что если объектов много и одно на другое накладывается, вы можете куда-то не туда все время попадать. Даже если вы делите вот этот элемент, щелкаете, а у вас вы промахнулись и не то что нужно может перемещаться. Поэтому я рекомендую не включать режим автовыбора. Ну а если вам все равно очень хочется им пользоваться, вы можете нажимать клавишу Ctrl на клавиатуре и щелкать по объекту. Тогда этот режим автовыбора будет включаться точечно, несмотря на то, что он тут будет выключен. Также у нас с вами есть возможность показать управляющие элементы. Вот это окно бокса трансформации. Можно, не используя режим трансформации, сразу брать необходимый объект, начинать трансформировать. Это тоже одно из интересных свойств, которое может быть включено в самом инструменте перемещения. Но я уж не говорю о том, что для того, чтобы переключиться на инструмент перемещения, когда у вас другой элемент выбран, нам достаточно нажать кнопочку V на клавиатуре. Move инструмент перемещения будет у нас с вами выделен, то есть активирован. Почему мы обычно не работаем со включенным режимом управляющих вот этих рамочек? Ну потому что они визуально вот нам захламляет экран, когда мы композицию делаем, чтобы они не мешались. Мы с вами можем их убирать. Также у нас есть возможность, какая возможность, ну например, каким-то образом аранжировать, выравнивать относительно друг друга слои. Соответственно, вот вы выделили кучу слоев и сверху активируются инструменты выравнивания. По верхнему краю, по центру все это выравнивается. Или по двум центрам, когда мы все схлопнули, ну понятно, тут и глаза у нас получилось, туда вот схлопнулись и так далее. Ну инструменты выравнивания, они одинаковые во всех, в общем-то, пакетах. Вот эти свойства по центру, по верхней, по правой, по левому. О них, наверное, особо распространяться тоже нет никакого смысла. А вот, дальше у нас есть, кроме папочки, возможность вот тут вот использовать так называемые корректирующие слои. Из прошлых наших лабораторных я сейчас открою какое-нибудь изображение. И я так не вижу никакого изображения почему-то в очередной раз, секундочку. Давайте откроем фотографию. Воспользуюсь Google Chrome, там мы с вами возьмем вот что-то. У нас с прошлого раза здесь оставалось изображение. Закинем сюда. И я вам напомню, мы рассматривали пункты, когда реставрацию проходили, изображение коррекция и различные варианты по работе с цветом, с насыщенностью, с яркостью и так далее. Эти команды можно много раз применять для того, чтобы получать какие-то варианты нашего изображения, с которыми мы работали. Проблема заключается этого инструментария вот в чем. Дело в том, что мы меняем цвета пикселей, используя любые команды из пункта коррекции. И в конце концов можно вот дойти до такого состояния, когда у нас потерялось качество изображения. Потерялись оттенки, потерялись у нас с вами четкость объектов, контраст. И если использовать эти команды, то такой шанс потери этого всего дела у нас с вами естественно есть. Так вот, есть технология работы с коррекцией, называется технологией, не повреждающей изображение. Эти технологии реализованы с помощью инструментария корректирующих слоев. Корректирующие слои, как вы увидите, они дублируют информацию, дублируют большую часть команд, который мы рассматривали во время коррекции цветовой, тоновой и прочей коррекции, когда работали над лабораторной реставрацией. Эти команды, они продублированы вот здесь. Вот, например, та же команда цветовой тон насыщенность. Вот она здесь добавлена в палитру слоев в качестве корректирующего слоя цветовой тон насыщенности. Вот ее управляющий элемент в свойствах есть. Вот вы можете задавать те же самые параметры, регулировать так, как вам хочется. Можно несколько этих команд добавить одно на другое и получать различные варианты вот этих вот настроек. Чем этот вариант хорош? Хорош этот вариант хорош тем, что вы в любой момент, даже если у вас в палитрахисторе уже затерлась, даже если у вас с изображением произошла какая-то нехорошесть, и уже ничего не видно, вы в любой момент можете отключить видимость этого слоя. Или этот корректирующий слой с вот этой вот настройкой просто-напросто удалить. Соответственно, вы видите, каким инструментарием существенно мы можем пополнить наш багаж знаний. При этом вы не боитесь потерять информацию вашу графическую. Мало того, мы можем применять корректирующие слоя к определенным частям изображения. Ну, например, мы хотели глазки здесь вот поработать с цветом глаз, поменять цвет глаз. Мы там что-то выделим. И когда вы создаете корректирующий слой с настройкой по цвету, у вас получается, что видите, создается маска слоя, к которой применяется вот этот корректирующий слой. Соответственно, все остальное остается не затронутым. О масках слоя мы поговорим чуть позже, на следующем нашем занятии, скорее всего. Но вот каким образом мы можем это все делать. И в любой момент вы сможете отключить этот корректирующий слой, который содержит вот эту вот часть. Ну, или поменять его настройки, не боясь потерять фактуру, не боясь потерять четкость, резкость вашего изображения. Вот. Значит, следующий элемент позволяет создавать маску слоя или векторную маску. Маска слоя у нас нужна для того, чтобы работать с прозрачностью в разных частях изображения, а не полностью. Как вот здесь позволяют использовать этот ползунок прозрачности или ползунок внутренней прозрачности, который называется заливка. Но пока он работает точно так же один и другой. Вот. Соответственно, вот вы можете работать и в режиме маски, и в режиме стандартном рисовании. Мы также имеем возможность к... Так, я, наверное, уберу это вот все. Прошу прощения, промазал. Что ты будешь делать? Так. Удалить. Вернемся к нашим простым объектам. Выделим слой, который кружочек. Вот этот вот содержит. У нас есть следующий пункт, который называется FX. То ли эффекты, то ли эффекты. Эффекты накладываются к контуру слоя. В данном случае это кружочек. Какие это эффекты, вот они здесь перечислены. Вот параметров наложения. У нас есть специально вот такая интересная палитра, в которой мы с вами видим, какие эффекты бывают. Прозрачности и прочее, и прочее. Эффект, который создает псевдо-трехмерность за счет внутреннего скоса, например, или внешнего скоса, или тиснения, или прочего. То есть фаска или скругление. И насколько далеко заходит этот элемент внутрь объекта. За счет этого у нас создается такой эффект трехмерности данного объекта. И смягчение этого эффекта, чтобы оно было более мягким или более жестким. Тоже на ваш выбор. Вы выбираете. Также, если у вас галочка просмотра активирована в реальном времени, видите эти свойства спецэффекта, которые накладываются. Если нет, то вы можете видеть этот спецэффект вот в этом квадратике, который предварительно показывает его. Также угол падения, если этот эффект как-то зависит. Ну, в данном случае тут у нас тень какая-то образовывается. То есть этот угол будет отображать, каким образом тень ложится. Контур этого элемента. Можно по умолчанию это скос прямой. Но если выбирать другие контуры, у вас этот эффект будет ложиться каким-то другим образом. Этот контур можно редактировать. Если на него щелкнуть именно вот сюда, у вас откроется палитра редактора контуров. Но она такая же, как и палитра редактора кривых при коррекции. Мы ее рассматривали. То есть за эти узелки вы можете задать какой-то другой контур. Мы ее немножко на другом спецэффекты рассмотрим. Где он показан более интересно. Ну и режимы наложения. В данном случае почему-то называются режимы подсветки. Но не важно. Вот. Контур. Вот. Быть применен отдельно. Вот. Элемент для редактирования. Ну, в принципе, он тут тоже есть. И возможно наложить текстуру. Из библиотеки текстуры. Вот у нас медведи. В качестве текстуры пользовательской. Помните, были, да? То есть, в принципе, любая текстура. Если необходимо, можно ее применить. Дальше. У нас есть свойство, которое позволяет задавать обводку нужного радиуса. То есть мы ее снаружи сделаем. Всегда есть варианты снаружи, внутри от центра. Есть возможность задавать цвет обводки различный. Обводка может быть задана тремя вариантами. Может быть, градиентная обводка разноцветная. При этом вы можете, допустим, радиальный градиент там выбрать. Или зеркальный градиент, или еще какой. Ну, те варианты, которые мы рассматривали, когда рассматривали этот элемент заливки. И возможно сделать обводку с помощью текстур. Медведями все это дело залетели. Каким-то другим интересным образом. И масштаб текстуры вы можете тоже здесь регулировать. Вот на этом квадратике предварительного просмотра вы тоже прекрасно видите, как это все ложится в наш объект. У нас есть возможность использовать падающую тень от объекта. Я временно отключу все, что там есть, чтобы вы увидели, как ложится тень на наш объект. Падающая тень тут имеет значение угол падения эффекта. Можно использовать глобальный угол. Можно убрать. И в таком случае у каждого эффекта может отдельный угол падения использоваться. Ну, на ваше усмотрение. Смещение тени относительно оригинала расстояния. Размах, который отвечает за интенсивность этой тени. Стопроцентно это у нас четкие границы. Ну и 0% это размытое тень. И размер, максимально вот это вот размытие, тоже дополнительный регулятор, который позволяет вам с контуром тени работать так, как вы хотите. Я сделаю тень достаточно четкую, для того, чтобы вы посмотрели, как влияет форма контура на вариацию того, что в качестве тени получается. То есть тень можно тоже использовать в качестве такого эффекта обводки некоторой. Ну или в качестве обычной тени. Кстати, мы можем цвет тени тоже менять на любой другой. Но тогда на тень она категорически не будет похожа. В общем-то можно добавить цветовой шум. А тени вы увидите, что вот цветовой шум, это испещренность. Вот такие вот изъеденные границы будут получаться. К тому слою, к которому применены эффекты, справа добавляется надпись FX. И развернутый или свернутый список с помощью переключателя. Вы увидите этот эффект. Можно включать, отключать или все эффекты. Ну в данном случае у нас один эффект сейчас есть. Можно закрасить цветом наш этот элемент каким-то. Ну вот можно прозрачность назначить стопроцентно или какую-то. И простая заливка может быть осуществлена с помощью эффекта заливки в стиле слоя. Можно залить градиентом. Я отключу заливку цветом и использую заливку градиентом. Градиент, вы помните, можно настраивать тем количеством цветов с теми переводами. Один и другого, какой хотите. Вот радиальные градиенты, ромбовидные и прочее. Все это у нас уже было рассмотрено. Что еще есть возможность внутренней тени, когда на объект это накладывается. Глянец, что-то вроде какой-то тряпки разноцветной, грязной, которую вы накладываете. А наложение текстуры. Можно закрасить текстурой. Если мы поубираем другие варианты закрасок, какие там есть, то вот текстура может быть использована. Попробуем масштаб уменьшить, чтобы мы медведя нашего здесь увидели, что текстура медведевая, она тоже, в общем-то, работает на ура. Вот эти настройки, которые вы подберете, их можно сохранить и применять к другим элементам. Или вариант, вот у нас есть текст. Собственно, вы видите, что текст в фотошопе организуется с помощью текстового слоя. Ну, в общем-то, все с помощью слоев организуется. Соответственно, если мы хотим этот спецэффект, в котором настроен глянец, узор и тень, применить к другому слою, вам достаточно правой кнопкой щелкнуть по слою, скопировать этот стиль слоя, выбрать тот слой, который вы хотите его вставить, и вставить в стиль слоя, вклеить. И у нас получится этот стиль применен вот к другому слою. Можно к любому абсолютно типу слоя применять настройки этих спецэффектов или стилей слоя. Мало того, у нас с вами есть готовые стили слоя, вот они. Есть специальная палитра для этих целей, которая каким-то образом позволяет... Ну, я ее, наверное, отсюда вытащу вот так вот, чтобы мы с вами видим эти эффекты. И к буковке V мы с вами их поприменяем, посмотрим, как они выглядят. Ну, вот первый из них это, наоборот, отключение всех стилей. То есть мы обнулили все настройки. Второй элемент содержит какой-то тень, как мы видим. Ну, тут не только тень, тут и обводка, и тень, так, трижды тень. Вот. Другой вариант обводка одним цветом, заливка другим цветом. Третий вариант интенсификация. Разноцветные варианты. Варианты, которые можно проследить, если у нас определенным образом есть заливка другого цвета, тогда вы видите, здесь светлая обводка используется, например. То есть вот эти варианты различные, они здесь есть. Скорее всего, их не такое количество, как у меня сейчас используется. Их можно загрузить. Вот в библиотеке этих стилей я их просто позагружал почти все. Поэтому здесь большой список у вас. Он будет вот такой вот. Это стандартная библиотека стилей. А если вам нужно для чего-то конкретно, например, есть текстовые эффекты. Эффекты для текста. Нажимаем кнопочку «Добавить». В текущие добавятся еще вот эти вот интересные текстовые эффекты. И библиотека текста 2 я тоже добавлю. Вот мы их подобавляли. Их можно использовать. Где у нас с вами и что позволяет нам эта библиотека сделать? Ну, поскольку я ее коснулся, давайте рассмотрим. Так, у нас есть изображение пляжа, например. Вот. Возьмем такую картинку. Я ее сюда вкину. У нас чересчур большая, больше, чем изображение. Ну, неважно. Немножечко ее трансформируем. Значит, посмотрите. Я создаю новый слой. И у меня цель, например, нарисовать буквы на небе или нарисовать буквы на песке. Ну, вот у нас... Я возьму, например, попытаюсь написать на песке имя Маши, например. Что можно сделать для того, чтобы эти буквы выглядели так, как будто они находятся на песке? Ну, кстати говоря, я применю тиснение для создания эффекта трехмерности небольшого. Вот. Буковки, похоже, что они трехмерные стали. Дальше. С прошлых занятий мы помним, что есть прозрачность слоя полностью. И вот мы, когда прозрачность убираем, то объект исчезает. И исчезают все спецэффекты, которые применены к данному слою. Но вот какая штука. Есть внутренняя прозрачность слоя, называется она заливкой, например. Так вот, заливка работает только на слой, а на стиле, на спецэффекты не работает. Поэтому, когда мы уберем заливку, у нас окажется, что вот текст с помощью тиснения можно подрегулировать, насколько этот объект будет выглядеть здесь. И, соответственно, вот на небе мы с вами можем тоже писать, получается, рисовать в данном случае, собственно говоря, текстурой неба, текстурой пляжа, текстурой воды, чего угодно. Понятно, можно взять текстовый блок, создать текстовый слой, то есть, и тоже написать утро. И применить к нему тоже тиснение и отключить заливку, для того, чтобы получить тот же самый спецэффект. Вот, из дров, буковки, из песка, из облаков, из чего угодно. Я думаю, что это полезный инструментарий, который нам нужен. И вот эта настройка, ее можно сохранить, тут одна настройка тиснения и настройка заливки. И вы ее можете в стиль слоя написать, и написать вот текст из фона, например, ну, чтобы было понятно, что это такое. Нажать кнопочку ОК, и в любой момент, я палитру стиля успел радостно закрыть, в любой момент можно вот ее использовать. Вот наш стиль, текст из фона. Ну, понятно, что может отображаться в виде имен списком, тогда не видно, что это за спецэффекты. Маленькие миниатюры, большие миниатюры, там имена к ним могут быть добавлены. Ну, вот таким образом, наверное, более интересно, когда они все подписаны, и все это можно использовать. Ладно, я сделаю кнопку из этой штуки, пусть у нас FX тоже присутствует у нас на панельке с нужными кнопочками. Вот, ну, в двух словах о эффектах я пробежался. Я в дебри не заглядываю, там еще есть настройки наложений, когда через верхний слой мы там можем прогрызть какие-то дырочки, вот, чтобы нижние слои там просвечивали, или еще чего-то там, траливали, траливали. С этим я пока ничего делать не собираюсь. Чуть позже мы рассмотрим это дело подробно, если будут на это время. Дальше. У нас в слоях есть вот такая кнопка, которая позволяет временно эти слои связать, ну, с целью их, так, прошу прощения, одновременного перемещения, я вот это, наверное, удалю, чтобы у нас поменьше тут всего этого дела было, вот. Соответственно, если вы выделяете один из связанных слоев, показывается скрепочка, и вот они вместе перемещаются, трансформируются. То есть вы можете связывать их временно, потом отвязывать, да, ну, тут все надо выделить, отвязать. Или можно их положить в папочку, если вы хотите выделенные слои запихнуть в папку, вы Ctrl-J нажмете, группу создадите, и в этой группе окажутся те слои, которые у вас были в данный момент активны в палитре слоев. Вот мы рассмотрели управляющую палитру, которая содержала вот этот инструментарий снизу. Какой у нас с вами еще инструментарий есть сверху? С монтажными областями. Я вам еще раз напоминаю, что если вам они не нравятся, в любой момент можете правой кнопкой щелкнуть и выбрать кнопку «Разгруппировать монтажную область». Ее не будет, у вас просто документы слоев будут состоять. Вот, значит, по верхней части у нас с вами есть палитра, которая называется «Закрепить». Зачем? Нужна палитра, которая называется «Закрепить». Она позволяет запретить от редактирования, от рисования определенной части. Например, прозрачность. Вот мы берем кисточку и цвет черной у кисточки, вот она. Здесь вот у нас, ну, я отключу все остальные слои. Здесь прозрачно, я сейчас пытаюсь рисовать, она не работает. Но как только я ее пытаюсь... А, нет, запрет, видимо, от рисования в принципе. Хотя здесь подсказка. Прозрачность пикселей написано запрещено. А, стоп. Эффекты. Эффекты. Эффекты забыл. Прошу прощения. Нажали кнопочку и вот смотрите. Рисует только там, где есть изображение. Не рисует на прозрачных, ну, там, где нет изображения. Вот. Дальше. Вот эта кисточка запрещает от рисования в принципе везде, где бы мы ни пытались нарисовать. Вот этот вот элемент, ну, рисовать-то он позволяет, но если вы попробуете слой сдвинуть, то его подвинуть будет невозможно. Запрет на перемещение слоя. Следующий запрет у нас на... Что там у нас? Предотвращает автоматическое включение в монтажной области. И замочек, который запрещает все, такой замочек он существует, когда вы создаете, ну, или открываете любую фотографию, у вас есть фоновый слой. Но в данном случае фонового слоя нет. Его можно создать из выделенного. Так, где у нас... Вот он, да? Вот называется фон, и на нем находится вот этот амбарный замок. Это вот один из вариантов его. Дальше. Я перейду в другой документ. Есть различные варианты слоев. Мы уже знаем, что есть фоновый слой. Так, есть его, что-то у меня тут нету. Собственно говоря, вот он. Есть фоновый слой. Есть обычные слои, растровые. Есть фигурные слои, которые создаются с помощью фигурных элементов. Типа векторных элементов, прямоугольник, еще чего-то. Есть текстовые слои. Сверху у нас есть возможность фильтровать. Если очень много этих элементов, нужно отображать, например, только обычные растровые слои. Вот у нас фоновый слой считается растровым обычным слоем. И обычный слой. Дальше. Корректирующие слои. Ну, корректирующие слои... А, я их все-таки удалял. Ну, давайте создадим корректирующий слой цветовой тон, насыщенность. Еще какой-нибудь корректирующий слой. Там, допустим, инверсии, которые делают. Вот, пожалуйста. При нажатии отображают только корректирующие слои. Текстовые слои, пожалуйста, отображают только текстовые слои. Векторные в этом документе их просто не было. Вот эллипс и прямоугольник. Это то, что является векторным. И монтажные области, если они у нас есть. То есть, это простой фильтр. Его можно отключить, он не будет работать. Для меня загадка, зачем это нужно. Видимо, какие-то ресурсы компьютера. Это функция есть. Фильтрация слоев. Ну, а я уберу, где у нас корректирующий слой, который негатив мне устроил тут. Вот. Значит, и включим видимость всего остального. В общем-то. Далее. Нам может понадобиться возможность по группировке слоев. Группировка слоев осуществляется с помощью команды объединить слои. Вот он. Не группировка, прошу прощения, слоев, а объединение слоев. Когда вы слои объединяете, они слепливаются в единый слой. И уже обратно их растащить возможности нет. Поэтому будьте внимательны. Без причины слои не объединяйте. Ну, есть горячая клавиша, Ctrl-E. А вот слои объединения слоев. Клавиша Ctrl-E. В выпадающем главном меню это дело можете увидеть и посмотреть. Также есть возможность объединить видимые слои. То есть некоторые могут с отключенным индикатором видимости слоя находиться. И они не будут объединиться. И есть команда, называется «Выполнить сведение», которая слепливает в единый фоновый слой вот абсолютно все. То есть именно в таком варианте вашим заказчикам отдавайте ваши работы для того, чтобы они не могли с исходниками делать, что им вздумается. Заказчикам вы даете не source-файл, не исходный документ слоеный, а объединенный в единый. То есть не забывайте о своих правах и заподлянке для тех людей, которые хотят на вас нагреть руки. Вот, соответственно, естественно, PSD-документ лучше никому не отдавать. Отдавать какие-нибудь там JPEG или слепленные в единотифы, по крайней мере. Вот, значит, разобрались со слоями. Также мы с вами выяснили, что бывают, кроме растровых слоев, векторные слои, о которых я вам ничегошеньки не рассказывал. Пока есть. Значит, мы это все дело удалим, оставим вот небо. Куда оно мне делать, это небо? А, фоновые слои. Это не небо. Так, прошу прощения. Значит, какие у нас есть возможности по созданию векторных элементов, векторных слоев? Когда вы выберете в палитре создание таких векторных объектов, любой из них, вам необходимо в свойстве документа выбрать тип фигуры, чтобы создавался фигурный слой. Здесь выбирается заливка объекта и обводка, как для любого векторного элемента. Вот прямоугольник, волосы. В палитре свойств вы можете задавать обводку и заливку. Цвет у каждого из этого дела вы можете тоже соответственным образом менять и изменять размеры. Как заливки отдельно, так и обводки отдельно. Также можно выбирать тип линий. Ну, это, в общем-то, касается большинства векторных редакторов. Тут для вас, наверное, открытием это большим не станет. В новых версиях фотошопа рекомендуется пользоваться палитрой свойств. Тут наиболее удачный, удобный инструментарий в данный момент присутствует. Начиная с 2020 года очень удобно появился, по-моему, в 2018 году начали появляться эти удобства при работе с этими элементами. Дальше мы с вами, если хотим поменять цвет заливки, можно щелкнуть или двойным щелчком, это вариант старый, по миниатюре слоя. Здесь просто открывается цветовая палитра, где вы можете поменять цветовую гамму. Ну, или используйте палитру свойств, или сверху используйте палитру здесь, вот, когда у вас активен инструмент создания этих вот векторных фигурных слоев, прошу прощения, фигурных слоев, конечно. Вот, ну, здесь продублирована часть свойств тип линий для обводки, толщины для заливки, толщину для обводки, цвета для заливки, для обводки. Но удобнее, мне кажется, пользоваться все-таки палитрой, опять-таки, на вкус и цвет, сами смотрите. Значит, эллипсы. Так, перемещать и объекты мы можем тоже инструментом перемещения стандартным. Мы можем их масштабировать инструментом масштабирования, контрол, трансформация, которая используя все вот эти вот методы искажений, перспектив, которыми мы привыкли. Хотя, для работы с векторными объектами у нас специальный инструмент есть для выделения и перемещения контура отдельных, белая, то есть черная стрелка. Для работы с опорными точками у нас специально есть белая стрелка. Надо выделить просто соответствующую опорную точку и с ней работать. Понятно, что есть инструментарий, который позволяет добавлять опорные точки. Вот, ну, видите, это не слишком удобно, если мы горячий клавиш не знаем, они начали появляться только недавно, на самом деле. В общем-то, в фотошопе было неудобно работать, потому что для добавления точек нужно залазить другой инструмент, добавлять эту точку, удалять тоже залазить нужно было раньше в инструмент вот этот вот. Поменять угол с радиального на угловой у нас специальный для этого инструмент есть. Тоже очень неудобно было раньше, сейчас начинают появляться, ну, уже появились горячие клавиши, которые-то могут переключать, но вот раньше-то инструментарий был очень неудобный. Вот, сейчас все, в общем-то, достаточно неплохо. Это, конечно, не полнофункциональный векторный редактор, в котором вы можете задать кучу вариантов узлов опорных точек. Нет, тут два варианта радиального угла. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего, и это уже что-то, с чем можно работать. У нас есть многоугольники, у нас есть линии, есть произвольные фигуры, есть библиотеки в произвольных фигурах стандартных элементов, которые можно использовать для создания иконок, каких-то элементов стандартных, которые очень часто используются в дизайне чего бы то ни было. В общем-то, это я тут тоже всю библиотеку подгрузил. Вот, по умолчанию, у нас там она достаточно скудная. Вот такая вот для добавления используйте соответствующие библиотеки, с которыми хотите работать. Ну, или тут хорошая кнопочка, которая позволяет все подгрузить. Не знаю, почему в других библиотеках ее не любят устанавливать, но тут вот только можно порадоваться, что есть кнопка, которая позволяет сразу отобразить всю библиотеку от геометрии, с которой можно работать. Соответственно, вот у нас таким образом образовываются фигурные слои. То есть, мы рассмотрели, бывают фигурные слои, мы рассмотрели текстовые слои. Это горизонтальный текст, это вертикальный текст. Это блочный текст. Когда вы берете горизонтальный или вертикальный и создаете вот такой вот блок, внутри которого вы вводите текст, он за рамки этого блока не выходит. Это вот некоторые такие варианты создания текстовых блоков, которые у нас как бы присутствуют. В любом случае, контр-трансформация работает на всех вариантах, всех объектах в фотошопе, поэтому неважно, что вы создадите, всегда трансформировать сможете вот этим инструментарием. Дальше мы рассмотрим еще один тип объектов, которые у нас с вами есть. Я вам уже много раз рассказывал одно неудобство при работе с растровой графикой. Это неудобство заключается в том, что при масштабировании мы могли потерять качество. Вот качественная картинка, мы ее контр-трансформим to demo. Было 1000 на 1000, стало 10 на 10. Контр-трансформим обратно и получаем, что потеряли качество. С этим, конечно, нужно было что-то делать. Дизайнеры долго выли, пищали, кричали по этому поводу, топали ногами. И в конце концов, у нас есть такой инструмент, который позволяет масштабировать без потери качества относительно оригинала изображения. Этот инструмент называется смарт-объект. Мы любой слой можем преобразовать в смарт-объект. Справа там коробочки есть. Когда мы начинаем его трансформировать, он перечеркнут. Это и означает, что это смарт-объект. Вот мы уменьшили, вот мы увеличили. Сразу видим, что никакой потери качества относительно оригинала мы не получаем. Конечно, на небоскреб мы эту фотографию не растянем, но тем не менее. Это уже кое-что. Единственная проблема этих специальных слоев, которая является, собственно говоря, смарт-объект, это то, что, вот видите, я нажал кисточку, кисточка со знаком въезд запрещен. То есть нет возможности работать, запрещено к редактированию этот слой. Если мы щелкнем кисточкой, нам будет предложено преобразовать смарт-объект в обычный растровый слой. Тоже будет касаться, в общем-то, при работе с фильтрами. Фильтры тоже у нас с вами, как вы видите, не срабатывают, судя по всему. Хотя, я пытался сделать размытие, допустим, по методу Гаусса. Вот. Сработало. Значит, фильтры у нас накладываются... А, прошу прощения, я забыл. Инструментарий смарт-фильтра там был включен. Получается, что, вот видите, появился так называемый смарт-фильтр. Вот тут вот два яйца добавилось. Когда вы в смарт-объект внутрь зайдете, вы увидите, что изображение осталось как бы нетронутым. Смарт-объект представляет собой такой контейнер, внутри этого контейнера применяется куча всего. То есть смарт-фильтр это просто такое стеклышко, которое сверху к нему добавилось. Но раньше нельзя было применять, сейчас я про это тоже забыл. Одно из относительно недавних нововведений. Ну, недавних в течение пяти лет для меня недавние. Наверное, это не совсем недавние, но я немножко устарел слегка в этом плане. Значит, что мы можем делать внутри смарт-объекта, поскольку это контейнер для изображения, мы можем поменять содержимое на другую какую-нибудь картинку. Вот у меня картинка содержит здесь просто какой-то мазни. Поэтому, чтобы вы знали, что смарт-объект нужен для масштабирования без потери качества, и он же является контейнером, внутри которого мы с вами можем располагать, внедрять другие какие-то фотографии, другое содержимое. Это понадобится нам в курсе анимации, когда мы будем рассматривать фотошоп-анимацию. Это тоже нам пригодится на базе этих вот смарт-объектов. Вот, разобрались. Еще один тип слоев называется смарт-объект. Вот, возможно, еще какой-то тип я мог забыть. Это растровые слои, это фигурные слои, это текстовые слои, смарт-объекты, корректирующие слои. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще может быть сделано. А, да, конечно, видео слои, я про них точно забыл, прошу прощения. Но поскольку у нас растровая графика, мы плоскую статичную графику рассматриваем, анимацию мы в другом курсе рассматриваем, я про это обычно не говорю, но я вам говорил, в фотошопе есть возможность заниматься видеомонтажом. Хотя зачем, если есть премьер или автоэффект, или гудини, или еще бог знает что. Ну, появилась такая возможность, поэтому есть возможность сюда видео запхнуть в виде видеослоя и работать с видеослоем здесь в фотошопе. Да, и он будет отображаться в палитре слоев, этот видеослой. Соответственно, вот, ну, наверное, быстренько мы пробежались по большей части того, что можно здесь делать. Субтитры сделал DimaTorzok